я сразу скажу тора это слово переводится учение само слово учения слова ли урод ура ура это обучать есть значит ура но еще это очень похоже по по звучанию как минимум на слово свет пор значит тора это освещает знание это свет знание она освещает нам как как работает как все работает как все устроено сегодня мы заканчиваем глава эмор эмор и сегодня 5 мая значит мы изучаем пятая глава мишлей притчи царя сломона начать запись и мы начинаем все и так значит в главе эмор сегодня мы поговорим о том что значит праздники было вначале нам рассказано про священников в главе эмор про священников и как священники должны были очень 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 за собой следить священники из на них накладывались такие строгие такие строгие ограничения что например я бы не согласился быть священником да значит спасибо спасибо я бы не согласился быть священником потому что это очень строгие очень строгие ограничения, очень строгие правила. Если бы можно было выбирать быть священником или не быть. Я бы не был священником. Теперь если бы можно было выбирать быть царем или не быть царем. Я бы не был царем. Знаете, как одного Парнала сидели так евреи выпивали что-то, чай пили. И один говорит, если бы я был царем, я бы и там рассказывает, что было бы. Второй говорит, а если бы я был царем, я бы тоже рассказал, а третий говорит, а если бы я был царем, один портной был, я бы жил лучше, чем царь. Все говорят, ну как, как бы ты жил лучше, чем царь? Он говорит, а я бы еще бы по ночам шил, я бы по ночам подрабатывал портным, продолжал бы, а днем был бы царем. Так вот, вот это очень важная такая вещь, что у каждого человека есть к чему-то призвание. Вот этот вот портной, он бы действительно, если бы он перестал быть портным, он жил бы хуже, чем он живет сейчас, потому что быть царем, это как носить чужую обувь. То есть, есть люди, которым рожден он быть царем, и у него есть для этого весь функционал. Есть человек, который рожден быть портным, и у него есть для этого прекрасный функционал. Есть человек, который рожден быть спортсменом, а есть человек, который рожден быть ученым. И у каждого есть к чему-то склонность и призвание. И вот священники, у них была склонность и призвание к чему-то вот своему. Теперь, Теперь, значит, храм это было место, в котором соединялся материальный духовный мир, и любой человек мог прийти в храм, вот Максим Перенчук, прийти в храм и, значит, принести какую-то овечку, благодарственную жертву, скушать ее потом с друзьями или быка, благодарственную жертву, и, значит, ощутить вот это вот особенное, особенное соединение со Всевышним. Теперь, когда, кроме храма, можно прочувствовать это особенное соединение со Всевышним, в празднике, и конец главы Имор, он посвящен, не конец где-то, ну, последний, шестой и седьмой день, вот сейчас мы как раз изучали, он посвящен тому празднике, значит, есть такой праздник Суккот, вот сегодня рассказывается про Суккот, напоминаю, что в Суккот нужно жить семь дней в шалашах, и это единственная заповедь, которая полностью, полностью покрывает человека, то есть ты, как бы, заходя в Сукку, в этот шалаш под открытым небом, построенный по специальным законам, ты попадаешь, если ты особенно зашел в этот, не если ты особенно, а только, если ты зашел в этот шаббат в Суккот, в праздник Суккот, это с 15-го Тишерея по 21-го Тишерея, семь дней, если ты, если ты с 15-го по 22-го, извиняюсь, если ты зашел в Суккот, и ты знаешь, что это заповедь, вот тогда ты полностью, как бы, погружаешься в этот духовный бассейн такой, и в этот момент ты говоришь, благословение Всевышнего Всевышнего, который осветил нас своими заповедями и повелел для Ишебесуха жить в Суке, сидеть в Суке, находиться в Суке, и в этот момент, оп, и пошло, включилось освящение. Теперь, если сегодня не Суккот, у вас нет Сути, и то как, как это ощутить? Вот, я в последнее время использую, есть практика, которую когда-то, может быть, не он это придумал, наверняка это не он придумал, Раби Нахман из Бреслова, но его последователи, они очень жестко этой практике следуют, да, эта практика называется Эдбадедуд. Человек уходит на природу, обязательно нужно уйти на природу, где нет людей, какое-нибудь поле, лес, опушка леса, вот природа. И они советуют один час, я час не выдерживаю, у меня 10 минут, я сейчас пробую эту практику, 10 минут на природе, посидеть и поговорить со Всевышним своим языком, на своем языке, своими простыми словами, поговорить со Всевышним, рассказать ему, что у вас на душе, попросить его о чем-то и так далее, это такой вид молитвы общения со Всевышним, который называется Идбадедуд, да, Идбадедуд это быть один, быть один, да, дословно переводится, или Идбадед это стать одним, одиночество такое, да, но вот интересно, что на природе совершенно происходит некое особое изменение состояния духовного, и ты в этот момент становишься, вот реально, как бы слышишь, вот эти вот птички там что-то поют, какие-то бабочки летают, вот да, фильм Ушпезин это как раз вот об этом, это Бресловский хасид, и фильм Ушпезин это об этом, там Тамара вот вспомнила Абачева, там Исука есть, это праздник Сукот, как он строил эту Суку, там есть, там есть про Идбадедуд, про природу, разговор со Всевышним и про молитвы, очень хороший фильм, всем советую посмотреть, Ушпезин, и значит, сегодня мы можем, опять же, суббота, наступает суббота, это время соединения со Всевышним, это как духовный бассейн, да, кстати, тоже вот интересный вопрос, говорят, что Сука это единственная заповедь, когда ты полностью в нее погружаешься, но мне кажется, что и Шаббат это такая же заповедь, когда ты полностью погружаешься в нее, полностью ты находишься 24 часа, 25 часов захода солнца в пятницу до выхода звезд в субботу, ты находишься внутри заповеди. Ну, в недельной главе МОР говорится нам про все праздники, говорится нам про праздник Сукот, и дальше концовка главы, она нам рассказывает, вообще для меня это очень большая загадка, я еще, ну, я буду в Шаббат разбираться, потому что я, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос, значит, рассказывается история, как был один человек, который начал ссориться в Стане с другим человеком, и вот они начали ссориться в Стане, и потом тот, который был, он был сын израильтянки, сын египтянина, значит, он начал осквернять имя Всевышнего, и после того, как он осквернил имя Всевышнего, его, его, значит, арестовали, и в конце концов его убили, его убили, казнили его, и для меня это, и дальше идет, и дальше идет еще раз перечисление, что тот, кто убил, должен быть убит, что за каждый ущерб есть возврат, есть возврат, и вот интересно, как работает, и у меня не было ответа, а сейчас я вам это рассказал, вроде бы просто вслух произнес еще раз то же самое, что написано, и что мне было непонятно, и мне вроде бы появилась идея, вот смотрите, мне было непонятно, почему человека, который осквернил имя Всевышнего, то есть там, что значит осквернить имя Всевышнего, во-первых, надо знать имя Всевышнего, это было то имя, которое они, при даровании Тора, они были же все пророками, и они услышали то имя, которое на сегодня вообще никто не знает, это имя, которое произносил Коэн Годоль, первосвященник Святая Святых, есть какое-то особенное имя Всевышнего, 72 буквенно, там целое, это уже нас особо не касается, но есть те, кто знали реально про Всевышнего, и он осквернил это имя, и тут написано, что за это написано, тот, кто намеренно произнесет имя Бога, должен быть умерщвлен, вся община должна побить его камнями, как пришедшего из деда, так и уроженца, если он намеренно произнес имя Бога, он должен быть умерщвлен, и дальше идет объяснение, если кто-то убьет человека, он тоже должен быть убит, тот, кто поразит животное, должен заплатить компенсацию, животное за животное, если человек нанесет рану своему ближнему, то компенсация, там, за перелом, перелом, компенсацию за глаз, компенсацию за зуб, то есть, за все есть компенсация, и мне было непонятно, почему человек, который, Бог это любовь, Бог это добрый, Бог это, ну, он всему миру дает жизнь, и человек, который оскверняет его имя, его надо убить, и вот тут как раз мне кажется, что ответ является следующим, дальше идут перечисления преступлений, которые убил человека, должен быть убит, поранил животное, должен заплатить компенсацию, то есть, все очень равноценно, и получается, что тот, кто знает источник жизни Всевышнего, и тот, кто его оскверняет, то есть, тот, кто идет прямо против этого источника жизни, он сам себя уничтожает, и поэтому тут и написано, что проклинающий своего Бога понесет свою вину, и получается, что он как бы сам, он себя, он сам себя уничтожает, и то, что это происходит потом, фактически, в физическом мире, это уже является отражением того, что он сделал, то есть, он это уже сделал в духовном мире, он, это как самоубийца, да, то есть, самоубийца, который убил себя, и к нему приходит то, то конкретно равноценное наказание, которое он сам сделал, во всех остальных случаях, кроме убийства человека, компенсация измеряется деньгами, то есть, у каждого ущерба в этом мире, у каждого какого-то нарушения, есть компенсация, компенсация за глаз, компенсация за зуб, то есть, на сегодня это тоже очень понятно, страховые компании очень четко считают компенсации, ущербы за каждый орган, сколько можно получить и так далее, то есть, тут как раз с этим понятно. Значит, вот то, что сегодня мы изучили в недельной главе, давайте еще раз подведем итог, что есть способы соединяться со Всевышним, и усиливать, усиливать с ним связь, эти способы у нас есть, это еврестии праздники, шаббат, и идбадыду, да, то есть, выйти на природу, молитва, поговорить со Всевышним, пообщаться, это то, что соединяется святостью. Есть способы нарушать святость, это то, что называется грех, когда мы нарушаем законы, которые Бог установил, что вот это зло, и это делать нельзя, мы создаем предпосылку того, что сами же на себя создаем какое-то негативное влияние вплоть до смерти. Это похоже на то, что когда человек засовывает пальцы в розетку, розетка его не наказывает, эта розетка не наказывает, то есть, не надо, знаете, как есть, я считаю, что это одна из самых таких неправильных моделей воспитания человека, просто я, ну, это лично мое мнение, когда, например, ребенок бежит и зацепляется за какой-то там пенек или за какую-то скамеечку, и мама подходит и бьет эту скамеечку и говорит, на-на-на, плохая скамейка, что же эта скамейка виновата? Нет, скамейка не виновата, скамейка где стояла, так она и стоит, и ответственность человека, который бежит и ударился в скамейку, это его ответственность, и лучше было бы объяснить ребенку, что смотри, если ты делаешь неправильное действие, если ты неосторожно бежишь, если ты цепляешься об скамейку, то ты упадешь, это как очевидное следствие, не скамейки на тебя прыгают, и не розетка тебя бьет током, это ты засунул пальцы в розетку или ударился об скамейку, и нужно думать о своем пути, нужно быть осторожным, если неприятности, как учит нас Талмуд, пришли на человека, и фашвеш бы маосаф проверить свои дела, то есть конкретная жизненная ситуация, в которой мы находимся, это следствие наших предыдущих, не безопасность, а безответственность развивается в таком воспитании, безответственность, когда ты делаешь ошибку, и ты считаешь, что ты права, не права скамейка, это неправильно, то есть человек, который ударился об скамейку на бегу, или об пенек, это его ответственность, то есть он зацепился, нужно учиться или бегать осторожно, или не бегать, или бегать там, где нет скамейок, но бить скамейку и говорить, что это та плохая скамейка, или бить розетку и говорить, плохая розетка ударила меня током, нет, розетка бьет током, и если человек начинается, начинается в этой главе, то, что мы увидели, он начал конфликту, начал конфликтовать, потом, когда конфликт разгорелся, он пошел в суд, в суде он проиграл, и дальше его конфликтная натура, которая конфликт, ну то есть он дальше качал конфликт, он выступил против Всевышнего, Его забили камнями Это следствие Целой цепочки неправильных выборов То есть если бы он Не начал первый конфликт Он был бы жив, не дошло бы до следующего конфликта Поэтому очень важно Очень важно Взять на себя ответственность за свою жизнь Увидеть, что этот мир, он идет мера за меру Все очень идет последовательно Очень системно И если что-то вам не нравится То нужно заглянуть вовнутрь себя И посмотреть, что нужно исправить А чтобы знать, что нужно исправить Нужен свет То, что мы сейчас изучаем Тора И самый большой свет на внутренние все процессы Это Мишли Притча царя Соломона Это самый большой свет на внутренние процессы Потому что царь Соломон был мудрейший из людей И он для нас написал эту книгу Прямо он в начале первой главе нам сказал Чтобы мы познали Божественную мудрость И моральную дисциплину И чтобы мы поняли Как работает Бина То есть Лявин и Мрей Бина Чтобы мы поняли слова мудрости Слова сообразительности Слова причинно-следственных связей И разобрались Вот сегодня пятая глава Пятая мая Мы читаем каждый день по одной главе Очень вам советую заказать эту книгу И мы специально ее отпечатали Очень хорошие комментарии Я лично писал Мы два года изучали Мишли отдельно Здесь как раз на Ваикре И получилась прям шикарная книга Так вот Значит пятая глава В ней Я сегодня ее утром читал как раз И значит начинается она с того Что говорит царь Соломон От имени Бога И очень часто начинается Каждая глава вот с такого вот выражения Именно так надо воспитывать детей Он говорит Бни, сынок Ли хахмати акшива К мудрости моей прислушайся Ли твунати к твуна Это как вы знаете Сообразительности Это причинно-следственные связи Ли твунати к сообразительности моей Ата знеха Преклони ухо твое То есть услышь Я помню когда пришел к Ешиву То Равинаш Он Яков Баум Очень такой прям гениальнейший человек Прямо И он говорит Вы знаете Говорит Любого человека можно научить Кроме одного Есть один тип людей Которых научить невозможно Какой это тип людей Как вы думаете Кого невозможно научить Кого? Невозможно научить Он сказал того Кто думает что он знает Да Значит Тот кто думает что он знает Он закрыт Ему зачем учиться Он знает Так вот он говорит Прислушайся И это очень важно Когда ты Открыт Особенно Когда ты понимаешь Что Всевышний с тобой Разговаривает Через людей Через книги Через события То это идеальное состояние Для роста Для обучения Значит И дальше Он говорит Такую вещь Вся глава Посвящена Вроде бы Вроде бы Каким-то советом Что не надо Слушать Какую-то Женщину Чужую Которая Которая Она тебя Совращает И Глажи масло Неба Ее Но последствия Он говорит От нее Горьки как полынь Остры как меч Ноги ее Нисходят К смерти Она не выпрямляет Она пути жизни В общем Все идет Вроде бы Про женщину И Ты читаешь И думаешь Что это такое Отдали от нее Путь твой И не приближайся Ко входу В дом ее А если это женщина Читает Так что Какой женщине Не приближаться Значит И Если ты Пойдешь К этой женщине С 11 Отрывка Дальше идет Ты будешь Стонать После Когда Ищахнут Плоти Тело твое Скажешь Как я ненавидел Наставление Сердце мое Презирало Увещевание Не слушал я Голоса учителей Своих И не преклонял Ухо моего К наставникам Ну и так далее Значит Что за женщина А Почему написано Значит В 18 Отрывок Будет источник Твой благословен Радуйся Женой юности Твоей Причем тут Жена юности Какая Для чего Для чего Сын Увлекаться тебе Постороннее И обнимать Лона чужой Непонятно Да Значит Вся эта глава Она говорит Не о женщинах А о мировоззрениях Вся эта глава Говорит о мировоззрениях Которых В которых Человек живет Значит Каждый человек Живет в каком-то Мировоззрении У него есть Какая-то модель Мира В которой Он В этой модели Мира Пытается Выстроить Маршрут К своему Удовлетворению То есть Вот здесь у человека Модель мира И он хочет Все мы одинаковые Мы все хотим Чувствовать себя хорошо Мы все хотим Чувствовать себя Хорошо физически Мы все хотим Чувствовать себя Хорошо Эмоционально Мы все хотим Чувствовать себя Хорошо интеллектуально Быть не хуже Других Там и так далее И вот здесь Начинается Разница между людьми Значит Разница между людьми Начинается в чем Они говорят А как мне Добиться Хорошего самочувствия Физического Как мне добиться Хорошего самочувствия Эмоционального Как мне добиться Хорошего состояния Эмоционального Как сделать так Чтобы мне было хорошо И вот тут мир предлагает шаблоны такие, шаблоны раскрасти. Мир предлагает какие-то истории, особенно в нашем современном мире это очень-очень развито. Мир предлагает тебе художественная литература, какие-то фильмы, сериалы и так далее. И оно вроде бы тебе достраивает твою модель мира. Ты же не знаешь, как живут в Америке реально, если ты там не жил. Но ты смотришь фильмы голливудские, и ты думаешь, вот, вот это Америка. Вот они, вот эти домики такие, да, вот все. То есть у тебя модель Америки совершенно... Ты как бы знаешь Америку, если ты 10 лет смотришь американские фильмы, но ты там ни разу не был. И то, что ты видишь в фильмах, это вообще не Америка. Но в голове у тебя есть представление об Америке. Дальше. После этого человек хочет, чтобы ему было хорошо. И он себе выбирает из вот этих вот всех моделей, он прокладывает как бы себе в голове маршрут. Сделаю так, сделаю так, сделаю так, и мне будет хорошо. Вот об этом пятая глава. Он говорит, это все обман, говорит нам царь Соломон. Это все иллюзия. Не будет тебе хорошо ни в одном варианте, кроме как выполнять волю Всевышнего. Выполняя волю Всевышнего, тебе будет хорошо, потому что Всевышний создал реальный мир. Всевышний создал реального человека. И реальному человеку нужна одна жена, хорошая, чтобы была любовь, были хорошие отношения. И в это надо вкладывать свои силы и время. Человеку нужна работа, которую он любит. И если ты портной, ты должен быть портной. Ты не должен смотреть, что другой кто-то художник. Ты не художник, ты портной. И если ты в это вникнешь, и ты будешь классный портной, Так у тебя будет все отлично. Ты занимаешься любимым делом. И тебя люди любят и ценят. Отношения с людьми, то же самое. Если ты хочешь отношения с людьми, то нужно понимать, что конфликт вызывает конфликт. Скандал вызывает скандал. Критика вызывает критику. То есть Тора нам дает рабочую, конкретную модель мира и как в нем себя вести. И это об этом пятая глава. Не верь никаким вот этим лживым идеологиям. Не верь никаким блогерам, которые с экрана говорят одно, а потом рыдают, плачут. Ну то есть это все обман. Весь вот этот вот мир, который мы видим через интернет, это все иллюзия и обман. И царь Соломон говорил молитву, у него была молитва постоянная такая. Шав ведвар казав архек мемени. Пустое лживое отдали от меня. И вот умение убрать от себя пустое лживое, убрать вот эти все обманные речи, которые обещают. Это все значит, об этом пятая глава. Тора, начните, 10 заповедей по-простому, да, это широкие такие магистрали. Потом дальше мы начинаем на всех своих путях познавая Бога. Главное это быть с Богом хороших. А что значит быть с Богом хороших? И дальше он выпрямит все твои дорожки. Он тебе объяснит в каждой ситуации, как, каким образом нужно действовать. И тогда это и дает уверенность. И в конце пятой главы, что он нам говорит в конце пятой главы? Давайте посмотрим. Последний отрывочек пятой главы такой. Такой. Значит, последний отрывочек так. Злодей, 22 отрывок, будет уловлен своими собственными грешными мыслями. И узы греха держат его. Тот, кто запутался в неправильных мировоззрениях, он в них же запутается, и они же его, как сети, будут держать. Он умирает без наставления, и от обилия грешных мыслей своих он заблуждается. Все. То есть, на любом пути, вот, ну, возьмите любую идеологию. Где все эти, там, я не знаю, коммунисты, социалисты, левые, гомосексуалисты. Все это жуть-жуткое. Посмотрите на конец их жизни. Посмотрите, что от них остается. Ничего. Все, друзья. Значит, мы изучаем Тору. Слава Богу. Ашрейнелл, как говорится, счастливы мы. Вема Тов Хелкене. Насколько хорош наш отдел, что мы имеем возможность прикоснуться к источнику чистейшего, добрейшего знания. И каждый день его действительно изучают. Тору надо изучать, внедрять в себя, запоминать. Поэтому напишите, пожалуйста, вот Максим молодец. Запишите свои выводы, свои инсайты. То, что у вас, прям, вам сегодня высветилось. Закрепите их. И действуйте в соответствии с ними. И Всевышний услышит ваши молитвы. И есть пожелание, чтобы Бог. И малекольмиши лот лебеха литова теха. Чтобы Бог наполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. И, значит, все, будет все хорошо. Шаббат шалом. Есть у нас бот, обязательно, Жизнь по Торе. Внизу зайдите, Жизнь по Торе. В этом боте есть все уроки. Очень много уроков по заповедям. Есть бот Мишли, где можно изучать Мишли прямо в Телеграме. Каждую главу, каждый отрывок с комментарием. Не обязательно книга. Просто книга это приятно, держать в руках. А в боте есть вся эта же книга, но уже удобнее искать. Удобнее искать там, прям, каждый отрывок и комментарий. Все. И дальше вы наполняете сторой. Ваши решения идут. Делай то, что Бог от тебя хочет. И потом вы просите Всевышнего, дай мне успех на моем пути. Он вам дает успех. Тот, кто уверен в Боге, милосердие будет его окружать. Сказал царь Давид. И так оно и будет. И чтобы заслугу наших молитв. У нас пока всего лишь 112 человек сейчас у нас в прямом эфире. Мы молимся, чтобы был мир. Чтобы война закончилась. Чтобы все злодеи, которые хотят и дальше уничтожать, убивать людей. Чтобы их зло повернулось на них же. И мы уверены, что... Я уверен, что так и будет. Но хотелось бы, чтобы это было быстрее. Или чтобы они быстрее раскаялись. То есть, уже война прям конкретно очень она нас всех... Приносит страдания большие. Поэтому миру мир. Чтобы быстрее был мир. И чтобы мы даже в мире так помнили о Всевышнем, как мы помним, когда война. Все, удачи, успехов. До завтра. Не до завтра, а до воскресенья.